Добрый вечер, дорогие телезрители! Вечерний разговор с Сергеем Скрипником начинает свое движение. А движение в сторону общественного политического движения равноправия. Сегодня у нас будет беседа с лидером этого движения, господином Валерием Клименко. Добрый вечер! Добрый вечер! Вы сегодня подали документы, насколько я знаю, в регистрацию. Последний день или вчера вы подали документы? Нет, мы подали 8 дней тому назад. А, 8 дней тому назад. Вчера было принято решение о регистрации движения как участника избирательной кампании. Вот, значит, зарегистрировал нас еще один участник в этой выборной кампании в этом тяжелом 2014 году. С чем я вас поздравляю с регистрацией. Количество партий увеличилось в энные разы, которые могут сыграть свою роль на политическом небосклоне Республики Молдова. Роль означает в том, что они войдут в парламент и будут продолжать ту политику или не продолжать ту политику движения навстречу Европейскому Союзу. Или не будут продолжать, а возьмут и начнут движение в сторону Таможенного Союза или Евразийского Союза. Вы и ваше движение активные сторонники сближения с Россией. С Россией, да. Очень много было заявлений. Последнее заявление, которое фактически шокировало большую часть лидеров партии. Это ваше заявление о том, что Молдова должна войти в состав России. Не могли бы вы раскрыть скобочки, помимо того, что выдавали интервью средствам массовой информации, а вот так вот в вечернем разговоре, что вы под этим подразумевали? Ну, если очень коротко, то мы подозреваем под этим шанс, единственный шанс в нынешней ситуации спасти Молдову как государство. Понимаете, что происходит? Вот у нас как-то так в Молдове многие годы постперестроечные политики ведут с народом нечистоплотную игру. Особенно в ходе избирательных кампаний и после нее. Они раздают обещания, но они никогда не говорят людям правду. Куда движется Молдова и куда они ее ведут? Вот мы хотим избирателям, прежде всего молдаванам, не русскоязычным жителям Молдовы, прежде всего молдаванам объяснить, что происходит на самом деле и о чем им не говорят. А что они должны знать, идя на выборы 30 ноября и голосуя за ту или иную политическую партию. Так вот, я смею утверждать и я готов раскрыть скобки о том, что сегодня и в самой Молдове, и в самой Румынии проводится огромная работа по объединению Молдовы с Румынией. Избиратели должны это знать. Ну, начнем, скажем, с конкретной логики, с конкретных примеров и с конкретных аргументов. Никто не будет отрицать того, что и в самой Румынии, и в самой Молдове есть политические силы, которые выступают за объединение Молдовы с Румынией. Мы периодически слышим эти заявления на самом верху и в Румынии, из уст президента Румынии господина Бесескова. В последнее время в ходе избирательной кампании в Румынии об этом заявляет кандидат номер один на эту должность господин Понти. Он даже обозначил дату возможного объединения, это 2018 год. По данным социологических исследований в самой Румынии, подавляющая часть Румынии считают справедливым акт объединения, если он наступит в Румынии с Молдовой. Такие же активные политические силы есть и в Молдове. Они устраивают шествие в поддержку и с лозунгами объединения с Румынией. Они открыто выступают с этими предложениями в СМИ, даже в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутаты от Молдовы. То есть эта идея, она не просто висит в воздухе, она очень активно пропагандируется, навязывается массовому сознанию в Молдове. Я хочу сказать больше. Сегодня идеи евроинтеграции активно педалируются в высших учебных заведениях Молдовы. То есть власть осознанно готовит осознанных сторонников европейского будущего Молдовы, движения в Европу. Чуть позже я скажу, что за этим стоит и к чему в конечном итоге мы придем. Но власть нынешняя работает в направлении формирования положительного имиджа Европы в умонастроениях и в сознании молодежи. И очень часто совсем в негативе говорит о Востоке, о России прежде всего. Все это факты, которые никто не отрицает. Вопрос номер один. Но здесь сейчас вопросы. Вопросы давайте так. Не будем вопрос-ответ, а побеседуем. Ведь ваше заявление, как представителя национального меньшинства, которое хочет решить судьбу народа Молдовы в целом, за счет русских, живущих в Молдове. Почему за счет русских? Вы представляете, еще ко всему, ассоциируясь как лидер, как человек, которого знают все, как председателя Конгресса русских общин. Правильно? Но это проблема прежде всего молдавского народа. Молдавского. Молдаван. Да, да, да. И вот здесь получается так, что те 7%, которые считают себя румынами и ратуют за, допустим, воссоединение с Румынией, в какой-то там перспективе, то вы, нехотя, нехотя, становитесь на их фланг с противоположным лозунгом. Будем так говорить. Но все равно вы становитесь на тот фланг. Вот я хотел вам теперь ответить на вопрос, какая разница между призывами объединиться с Румынией и если это произойдет, что ждет Молдову в этом случае. И что ждет Молдову, если она вернется под лоно царской империи, царской короны или российского государства? В чем разница, принципиальная разница? Никто не отрицает того и не сомневается в том, что если Молдова объединится с Румынией, Молдовы как государство не станет. Молдова уканет в лету, она исчезнет с политической карты мира, исчезнет и ее язык молдаван, и культура молдаван, и территория молдавского государства, и нация молдавская. Она растворится в румынском этнисе. Никто этого не отрицает, это факт, если это произойдет. Если же Молдова вернется под лоно России, она сохраняет свою территорию, свою государственность, свой язык, культуру, самое главное, нацию, молдавскую нацию. Так, кстати, было 200 лет тому назад, и никогда Россия не покушалась на святые для любого государства, в том числе молдавского, атрибуты. И только в ситуации вхождения Молдовы в Россию, Молдову можно сохранить как государство, и сохранить молдаван и молдавскую нацию. Вот в чем принципиальное отличие. Вы взяли за основу империю российскую. Я условно сказал. Если мы уже возвратились 200 лет тому назад, то мы возвратимся все-таки 200 лет тому назад, при котором была сохранена государственность Молдовы, в тех рамках, как губерния. Правильно? Да. Тогда, как княжество, оно перестало существовать. Правильно? Губерния, да. Да. Назначаем все губернаторы, которые в Херсонскую область, Бессарабская и Херсонская. Будем так говорить, да? Губерния. Но тогда уже не было же молдаванков фактически. Я говорю о государственном. Или о советском. Или о советском периоде. Конечно. Я говорю за эти почти 200 лет. Потому что советская. Конечно. Когда Молдова была на правах губернии, Бессарабской губернии в составе Российской империи, а в рамках Советского Союза она была одной из союзных республик в рамках Советского Союза. Это условности. Нет, это условности. Это козыри в разговоре. А теперь, как возможен статус государственности Молдовы при вхождении в Российскую Федерацию? Конечно. На правах государства. На тех же правах и по той же схеме, скажем, Татарстана. Где в Конституции Татарстана записано, что это государство, которое имеет свои атрибуты государственности президента, гимн, флаг и так далее. Да. Часть полномочий, часть своего суверенитета Татарстан передал центру. Но мы говорим о том, что Европа, страны Европа за час своего суверенитета передали европейским, общеевропейским структурам и живут неплохо, насколько нам известно. Это вопросы обороны, вопросы финансовой системы, единого вхождения евро и некоторых других моментов. То есть это детали. Они сегодня... Ну почему? Существенные детали. Нужно мотивировать тем, хотя бы... Молдова сохраняет государственность. Татарстан находится внутри самого государства федератива. Это не имеет никакого значения. Ну, погодите. Это имеет значение. Потому что она находится в глубине самой России. Приобретая очередной анклав, как субъект федерации, Россия технически не сможет выдержать его. Это не так. Ну почему? Вопросы функционирования анклавов, они четко прописаны в международном праве. И любые попытки посягательства на экономическую, любую иную деятельность анклавов, они четко регулируются международным правом. И это недопустимо. За основу нужно взять право России все-таки. Российское право возьмем за основу. Нет. Мы говорим... Развитие анклавов не может происходить вне контроля центральных федеральных органов. Калининградская область, пожалуйста. Я видел, как они живут. Очень сложно они живут. Не развивается анклав. Я с вами абсолютно не соглашусь, потому что я был в Калининградской области, и это субъект федерации, который сегодня строит больше всего из субъектов федерации. Может быть, в Москве они уступают по темпам роста. Да, там очень существенная военная составляющая в этом строительстве. В первую очередь. Да. Ну, таковы сегодня приоритеты российского государства. Но Молдова, находясь вдали от границ России и став субъектом федерации России, войдя в Россию, она не ощутит никаких проблем с точки зрения своего развития. Наоборот. Наоборот. Вот если говорить о политике российского государства в отношении малых народов, которые входят в состав в Российской Федерации, мы знаем о том, что есть малые народы, особенно с севера, где 200-300 человек по переписи населения, для них государство издает учебники, буквари, книги и так далее. То есть там не стоит вопрос ликвидировать, избавиться от малых народов или от других этносов, которые населяют Россию. Наоборот, поддержать их. Поэтому молдаване всегда могут рассчитывать на то, что Россия все сделала для того, чтобы защитить молдаван как этнос и дать возможность ему развиваться и сохранять и свою культуру, и свой язык, и развиваться экономически. И тогда нет необходимости нам говорить о каких-то проблемах следом за этими тут проблемами экономического характера. Сегодня вся страна стоит на ушах в силу известных обстоятельств, Европа не может помочь в силу тоже известных обстоятельств. Кому не может помочь? Молдове. Только Европа ей помогает, Молдове. Совместных проектов с Россией я не вижу по сей день. Вы не видите сегодня совместных проектов России. Потому что Россия в последнее время ведет линию адекватную той линии, которую ведет в отношении нее руководство Молдовы. И это общая практика мировая. Если какая-то страна в отношении американцев ведет себя недружественно, как ведут себя в ответ американцы. Поэтому молдороссийские отношения это во многом те ошибки, которые сегодня позволило себе политическое руководство Молдовы. И Россия, это ответная реакция России. Но до обострения этих отношений, вы же прекрасно знаете о том, что Молдова была самым крупным инвестором в Молдове. Россия была. Россия была самым. Правильно? Я извиняюсь. Значит, самым крупным инвестором. В чем выражалась инвестиция? Это открытая информация. Инвестиции в том, что здесь создавались предприятия, которые работали на экономику Молдовы за счет российского капитала. Я не помню. Я родился и вырос в Кишиневе. Поэтому я в курсе, что здесь развивается за счет российского капитала. Вы знаете, значит... В Молдове я имею в виду не Приднестровье. Нет, в Молдове. Я пока Приднестровье. Это особый разговор. Да, но это мы потом перейдем. Да, это действительно так. Дело в том, что периодически молдавские СМИ публикуют статистические данные об инвестициях в зарубежных. Безусловно, в том числе России. Она всегда была на первом месте до того, как власть перешла в руки нынешнего альянса. Это общеизвестные факты. Нет, общеизвестные факты просто спрашивают. Количество вы хотите... Совместные предприятия, которые занимались бы... Инвестиции означают о том, что совместное производство чего-либо и как-либо. Или купи-продай, или покупка наших банков, которые мы вспоминаем, как они происходили. Это тоже бизнес. За счет финансового бизнеса. Это тоже инвестиции, безусловно. Вот инвестиции в экономику Республики Молдова. Ни в чем, по крайней мере, из тех стат данных, которые я поднимал, я не видел. Давайте встретимся, может быть, на эту тему, поговорим конкретно. Я приду с готовыми материалами, чтобы... Хорошо. ...один, два, десять, двадцать и так далее. Но я говорю об общеизвестных фактах, как бы аксиома. О том, что, повторяю, инвестиции российские всегда превалировали в молдавской экономике до создания альянса. Поэтому, то, что сегодня другая совсем ситуация, я смею утверждать, это не есть вина России. Так вот, Россия, если мы возвращаемся к перспективам Молдовы в составе российского государства, то, безусловно, она возьмет на себя хлопоты развивать субъект Российской Федерации, Республику Молдова, в силу того, что она будет в этом заинтересована. В условиях всеобщей изоляции, давайте уточнимся. В условиях всеобщей изоляции вы имеете в виду сегодняшний? С двухсторонней. С одной стороны Румыния, с другой Украина. Повторяю, это не есть проблема. Почему нет? Потому что международное право четко регулирует вопросы движения товаров, капиталов, людей по всему миру. Тем более, если речь идет о территориях, которые находятся, скажем, заморские территории, о которых раньше говорилось. Этот вопрос давно отработан. Это отработан у колониальных стран? Нет. С точки зрения сегодняшнего международного права. Сегодняшнего международного. Давайте уточним. Сегодняшнего международного. Вы хотите, чтобы я сослался на статьи? Нет, нет, я, например. Что может мешать Молдове отправлять овощи и фрукты на российский рынок? Минуя Украину? Да. Что может мешать? Как? Грузить это все. Через какие страны? Через Украину. Украина, значит, в течение нескольких лет до знаменательных событий, которые сейчас происходят, трагические события в Украине. То она брала за товар, проходящий через ее территорию. Вы должны были вкладывать сумму денег, который мог гарантировать... Залоговая стоимость. Залоговая стоимость, которую вы гарантируете, что вы не продадите на территории. При выходе, на переходе с границы России, вам возвращалась данная сумма. Да. Очень с большим трудом. Вопрос-то в чем? В условиях сегодняшней ситуации действия международных законов при свободном перемещении грузов, людей и так далее, оно не работает. Вы знаете, то, о чем вы говорите, это вопросы, в общем-то, политического порядка. Конечно. В той ситуации Украина, может быть, предприняла эти действия в ответ на какие-то конфликтные отношения с той же Молдовой, может быть, с той же Россией. Это частности. Я говорю о законах, которые действуют во всем мире. Если какая-то страна их нарушает, нарушает международное право, это частность. И с этой частностью надо разбираться, в том числе на уровне международных институтов, той же Организации Объединенных Наций, того же ВТО и так далее. Но концептуально эта тема давно отработана. Никто не может препятствовать, повторяю, свободному движению товаров, капиталов, людей в рамках действующего, безусловно, законодательства. Да, должны быть таможни, должны быть там. Основанно на законодательстве внутренней той страны. Здесь заработает. Помните, сколько проблем было, чтобы сделали железнодорожное сообщение из Калининградской области, проходя через страны Шенгена, Европейского Союза? Сколько договаривалась Россия? Ну, решили. Решили. Решили, потому что есть международное право. Да, упирались балтийские страны. Не потому, что не права Россия, а потому, что у них был такой настрой в отношении России. Но, коли есть законы, которые прописаны для всех в этом мире, они в конечном итоге, даже сама Европа на них нажала и потребовала исполнять эти законы. Они ведь пишутся не отдельно для Прибалтики. Нет, там другой вопрос получился, как решили данный вопрос. Потому что, обладая портами на Балтике, которые не были загружены, а во времена Советского Союза они были полностью загружены для связи. Поэтому вопрос с Россией решался так. Прохождение грузов и загруженность их портов в Прибалтийские страны. В контексте рассматривалось. Рассматривалось. А вот здесь чем можно потилировать Молдова? Вы знаете, я бы не хотел прогнозировать в этой ситуации, потому что... Я хочу видеть зерно выгоды. Выгоду кому? Выгоды того, чему вы именно пожелали. Выгоды кому? Молдове? Не-не-не. Молдове в первую очередь. Молдова выгода. Заинтересовать Россию. Молдова имеет выгоду. Самое главное. Какую? Если она хочет сохраниться, как Молдова. У нее другого выхода не будет. Либо она исчезает, мы с вами говорили об этом, растворяется в Румынии. Либо она сохраняется, как Молдова. Да, анклав. Да, в составе российского государства. Да, с огромными перспективами экономического роста. Да, с надежным, скажем, защитником в лице супердержавы. И если на чашу весов положить одно приобретение и другую потерю, то, мне кажется, любой здравый человек, любой здравомыслящий человек скажет, действительно, это вариант. В этом случае, в этой ситуации. Вот теперь я хотел бы выяснить разговор в несколькую иную плоскость. Вот говорят сегодня сторонники евроинтеграции. А мы ведь не говорим об объединении с Румынией. Мы идем самостоятельным государством, хотим войти в Европу. И хотим там быть суверенным, независимым государством в семье европейских народов. Вы же прекрасно понимаете, что это из области мелкого жульничества. Вот представьте ситуацию. В рамках Евросоюза сохранилось два германских государства. ГДР и ФРГ. И политики и в одной, и в другой стране постоянно рассказывают о том, возмущаются, митингуют, что мы один народ, разделенный в силу исторических обстоятельств. Как долго бы Европа терпела такие настроения? Я думаю, вы абсолютно правы, когда подумали бы о том, что Европа бы все сделала для того, чтобы объединить это государство и снять проблемы, проблему разделенного государства и политической нестабильности в двух частях некогда единого государства. Ведь то же самое будет применительно к Молдове и Румынии. Ведь никуда не денутся сторонники объединения в самой Румынии. И никуда не денутся сторонники объединения в самой Молдове. Даже если Молдова войдет в Европейский Союз. Эта тема политическими силами будет постоянно там будироваться, постоянно подниматься. Через снова шествия, митинги, акции, протесты, требования и так далее. Как поведет себя Европа в этой ситуации? Она скажет. Да. Она скажет. Ребята, а ведь есть механизм, который позволяет эту проблему решить. Проведите референдум. И по итогам референдума привлите. Кто должен провести референдум? Румыния отдельно и Молдова. Совершенно верно. Но на сегодняшний день сторонники унионизма, да, составляют минимальный процент от населения Республики Молдова. Поэтому говорить об объединении, это вообще, конечно, прерогатива наших власть-предержащих, как вы говорите. Позвольте возразить вам. Да. Позвольте возразить. Есть данные. И они, в общем-то, общеизвестны. Сегодня в Молдове почти 32% сторонников объединения с Румынией. Обратите, кстати, внимание. По кем данным? По данным социологических опросов. Более того, ежегодно этот прирост составляет 1,2-1,8%. Если вы возьмете цифры расклад политических сил в парламенте, то вы же прекрасно понимаете, к примеру, что сторонники либеральной партии, это стопроцентные сторонники объединения Молдова с Румынией. Часть, подавляющая часть сторонников либеральной демократической партии – это сторонники, осознанные сторонники объединения. Я уже не говорю о сторонниках мелкие, но когда мы их с разных партий сплюсуем, скажем, Павличенко, за европейские действия и так далее, масса мелких партий, которые имеют незначительное количество, но в совокупности это тоже несколько процентов. С учетом того, какая сегодня работа проводится, о чем мы с вами говорили, в молдавских вузах, в том числе в румынских вузах, где ежегодно отправляют туда несколько тысяч молодых людей из Молдовы. Они представляют 5-6 тысяч мест, а Россия представляет 200-300. Это уже другая тема. Не, ну я так за счет цифр. Так вот, представляете, вот ежегодно 5-6 тысяч человек заканчивает в Румынии учебные заведения. Они не все возвращаются, допустим, но возвращаются процентов 70-80. Они же живут не в вакууме, они живут в среде своей. Друзья, одноклассники, родители, соседи и так далее. Где привитую им идеологию в Румынии они несут сюда. И мы с вами 5-7 лет, и в Молдове цифра сторонников, осознанных сторонников объединения с Румынией перевалит за 50%. Когда говорят, что в Молдове сегодня сторонников таможенного союза и сторонников европейского выбора поровну, это неправда. Это журничество. Сторонников европейского выбора меньше, значительно меньше. Если бы было не так, если бы их было 50%, а не дай бог даже чуть больше, нынешняя бы власть обязательно уже инициировала бы референдум как раз по этому вопросу. Объединение с Румынией и со ссылкой на волеизъявление народа, эти результаты бы приняли и Европа, и, прежде всего, американцы. И эта тема была бы закрыта. Но в силу того, что большинства сегодня нет, провести такой референдум и получить нужный результат невозможно. Значит, властям необходимо какое-то время для того, чтобы обеспечить ту критическую массу сторонников объединения с Румынией, которая позволит им получить нужный результат на референдуме. И вот здесь наступает, возникает другая проблема. Проблема места и роли сторонников таможенного союза в Молдове. Вот скажите, пожалуйста, представим мы на секунду, что Молдова вошла в таможенный союз. Я не могу себе это вопросить. Чисто гипотетически. Не могу. И тем не менее. Я реалист. Представим себе. Вот представим, она вошла в таможенный союз. Давайте представим. Скажите, пожалуйста, если через год-два после этого состоится референдум по объединению Молдовы с Румыней, и государство Молдова исчезнет, оно автоматически вылетает из таможенного союза, как несуществующее государство. Но возня сегодня в условиях Молдовии с таможенным союзом позволяет сторонникам объединения с Румынией выиграть время. И в результате очень кропотливой работы по вербовке сторонников объединения с Румынией обеспечить ту критическую массу сторонников, которая позволит на референдуме выиграть. Вот в чем я сегодня вижу опасность тех, кто ратует за таможенный союз, тем самым отвлекая жителей Молдовы от истинной угрозы, от реальной угрозы, и давая время сторонникам объединения Молдовы с Румынией, давая им время сколотить, обеспечить необходимую цифру для референдума. Это получается так, что вы своим заявлением о вхождении в состав России хотите опередить те возможные последствия, которые могут последовать по вашему мнению, как объединение с Румынией, поглощение Румынией Молдавского государства. Совершенно верно. Дело в том, что сегодня... Но! Есть но! Можно я одну секундочку? Я основываюсь на ваших словах. Но есть очень много проблем. Существующий прямой конфликт между Украиной и Россией, который существует не просто на бумаге, а в заявление лидеров государств, при котором решение для того, чтобы эту войну, которая сейчас происходит на территории Украины, прекратить, при котором активных два участника, это руководство Украины, два участника, это основных, которые ведут, и посредник, это как Европейский Союз, Украина и Россия. Это проблема большая, это большая опасность, и некоторые те слова, которые вы произнесли, воспринимают как угрозу на сегодняшний день из Республики Молдова, как возникновение внутреннего конфликта, уже основанного на межэтнических взаимоотношениях, которые могут быть нарушены. И вас еще будут цитировать, ваше майское заявление о четырех тысяч добровольцев, при обращении к президенту, временному тогда президенту Украины, четырех тысячах добровольцев, которые пошлете на защиту русскоязычных граждан Украины. Ну, на Востоке то, что сейчас происходит. Вот что вы на это ответите? Вы знаете, любые войны рано или поздно заканчиваются. Всегда. Но вы правильно сделали вывод, говоря о том, что сегодня противников объединения с Румынией больше. И если сегодня поднимать тему противникам объединения с Румынией, поднимать тему объединения с Россией, понимая, что для сохранения молдавской государственности это единственный вариант, других нет. И если поднимется более 50%, а по существующим цифрам это где-то около 60%, те, кто не приемлет, сегодня не приемлет объединение Молдовы с Румынией, и если эти силы смогут добиться референдума о вхождении Молдовы в Россию, качественного субъекта федерации, то на демократических основах такое решение на референдуме, если будет принято, оно с точки зрения права будет безупречным. И что бы ни говорили, скажем, на Украине, еще где-то в Европе и в Соединенных Штатах, это уже не будет иметь никакого значения. Сегодня это еще возможно. Это возможно еще пару лет. Через 5-6 лет это будет невозможно, потому что тогда уже будут большинство тех, кто будет выступать, повторяю осознанно, за объединение Молдовы с Румынией. Поэтому я говорил и говорю и пишу в своих статьях. Сегодня час икс, сегодня решается судьба Молдовы. В историческом плане решается. Если же мы наше внимание переориентируем на таможенность, что-то еще, это погубит Молдову. Это позволит, повторяю, унионистам выиграть время, накопить нужное количество своих сторонников и победить их философию, их идеологию объединения, победит в результате референдума. А теперь я вам скажу, насколько заинтересованы в таком референдуме европейцы. Давайте так. Мы пойдем на рекламную паузу и как раз зацепим этих европейцев, этих американцев и всех остальных заинтересованных лиц. Дорогие телезрители, самая короткая пауза и мы продолжаем самый интересный разговор. В гостях у нас лидер общественно-политического движения равноправия Валерий Клименко. Минутная пауза. Продолжаем нашу программу. В гостях у нас лидер движения равноправия Валерий Клименко. И я, ваш покойный слуга, как всегда, скрипник Сергей. Все-таки вы перешли, значит, к нашим друзьям на западе. Европейцам и на западе самым дальним друзьям это Соединенным Штатам Америки. Их заинтересованность. Я пришел к мысли о том, что в таком референдуме крайне заинтересованы и европейцы, и американцы. Каким образом? Если произойдет объединение Молдовы с Румынией, то понятно, это территория, став румынской. Возникает проблема Приднестровья. Уже проблему наличия там российских войск или вооруженных сил России это уже будет проблема не Молдовы. Это уже будет проблема Румынии. А Румыния член НАТО. Стоит ли это уже проблема НАТО? И в политическом плане это уже проблема всего европейского сообщества. Почему? Потому что Европа с точки зрения международного права рассматривает границу Молдовы в пределах 1992 года. То есть с учетом Приднестровья. И с точки зрения международного права и дальнейших претензий на территорию Молдовы, где волей у народа народ высказался за объединение с Румынией. и эта часть территории стала составной частью Румынии, она будет, это граница объединенной Молдовой с Румынией будут проходить по по границам, которые определены международным правом. И повторяю, это уже будет проблема не Молдовы. А что за проблема-то будет? А проблема наличия вооруженных формирований на территории Приднестровья российского воинского контингента. Как же? Это же миротворческий контингент. Тогда его должны будут убрать оттуда. Какой миротворческий контингент? Нет государства... Нет, подождите, миротворческий контингент на территории Приднестровья находится в связи с возможностью агрессии со стороны Молдовы. Молдова войдет в состав, опять же говорю, гипотетический. Государства нет такого Молдова. Оно расстроилось в Румынии. Хорошо. Оно будет как Ценотт называться, я не знаю. Оно никак не будет называться. Ладно. Стала Румыния. Но Румыния-то конфликта с Приднестровьем не имеет. Значит, миротворческих войск там не должно быть. Да, и еще. По Стамбульскому соглашению, по Стамбульскому соглашению 1999 года, войска российские должны были, которые охраняют якобы склады, они должны были быть выведены все-таки с территории Приднестровья. Нет, там другая была. А какая? Там не было никаких жестких обязательств. Были жесткие обязательства. И готовились эшелоны. Потом сказали, эшелонов не хватило, мы не можем такого количества перевезти, поэтому будем... Я не хочу в эту геополитическую военную ситуацию, потому что чисто военная составляющая, которая есть в войска, вы сказали, будет граничить с Румынией. В чем здесь проблема? Проблема для Российской Федерации, которая вынуждена будет оттуда уйти. Чего добиваются американцы? И эту территорию освободить от... Им придется уйти, потому что Украина уже никогда не будет. От российского влияния. Украина уже никогда не будет. Но в рамках Молдовы... Да. В рамках Молдовы российский контингент может оставаться еще не определенное время. Так в чем проблема? Ну, уйдут они оттуда. И что? Для России, которая, по моему мнению, считала бы Приднестровье с точки зрения военно-стратегических интересов привлекательной, я думаю, это была бы потеря. Да, и сейчас потеря. Станции, которые сейчас выставляют станции противоракетной обороны Констанции, да, и там находится база американского флота в рамках НАТО, то, что входит Румыния в НАТО. Ну, их радарная система и система ПРО контролируют территорию в тысячу километров, которая в Приднестровье находится, вы знаете, рядом. Фактически они прикрывают полностью. И закрывают и Молдову, и часть Украины. Ну, это же понятно, тысячу километров. Поэтому технически, я думаю, это не столько военное присутствие, сколько политическое. Беополитическое. Последний блокпост на Балканах, предбалканы, поэтому влияние на политику, взрывоопасную политику на Балканах, допустим, западных стран или там кого-либо еще не будем показывать пальцем. Это имиджевые. Да, будем говорить имиджевые. Поэтому и Приднестровье на сегодняшний день полностью датируется из бюджета России. Поэтому мы выходим с вами на вывод о том, что такой референдум он выгоден и европейцам, и американцам. И они, безусловно, все сделают для того, чтобы ему способствовать, и для того, чтобы признать его результаты. Потому что последствия такого референдума, они однозначны и для самих, и для самой Румынии, и для самой Европы. И, безусловно, потери имиджевые, конечно, прежде всего, России. К чему очень сегодня стремятся некоторые европейские страны вместе с американцами. Поэтому все-таки поэтому проведение референдума может закончиться большим кровопролителем, при котором уступчивость сторон в связи с тем, что Российская Федерация стала в стойку, в защитную. Правильно? может произойти здесь. И здесь это шревато долгим кровопролитием. Вы имеете до референдума самой Молдови? Нет, возможности референдума, при котором будут полярные. Ведь, допустим, то, что сейчас происходит в Луганской, в Донецкой области, ведь это минимальное количество, да, населения Украины. 7 миллионов. Не, я говорю, минимальное, 45. 42, да. Ладно, вы Крым убрали в сторону. Нет, это с учетом Крыма. С учетом Крыма 45. Ну, что мы здесь будем? Да. В общем, минимальное количество, да, и вот этот минимум забрал часть территории. Небольшую, но часть территории забрал, где ведутся активные боевые действия. ведь призыв либеральной партии, там этих всех движений румынских, ну, которые за объединение с Румынией, и ваш призыв, лозунг фактически, правильно? Лозунг, ну, чтобы войти в состав. Это программные действия, это серьезная вещь. Да. Вы с этим на выборы идете. Да. Что может быть, вот это вот все доведет здесь послевыборную ситуацию, приведющую к массовым беспорядкам, при котором власть, кто выиграет, будет диктовать свое, те, кто проиграли, будут стараться удержать свое. А сейчас разделение общества произошло, кто за таможенный союз, а кто за европейское развитие. Но мы же... Можно я ответить? Нет, факт. Я просто уточнил. Но мы же с вами цивилизованные люди, да? Мы, да, остальные, нет. И претендуем на цивилизованность нашего государства. Надеемся. Да. Почему в Шотландии это стало возможным без всяких потрясений? А там не захватывали полицейские участки? Они провели референдум. На демократической основе. Я призываю к тому же. Без силовых. Я к тому же призываю провести референдум, пригласить сюда два миллиона наблюдателей, провести это честно, в рамках закона, руководствуясь принципом о том, что вся власть в стране принадлежит народу. Пускай народ решает. Ведь я абсолютно не согласен с тем, что наши политики взяли в курс на Европу, не спросив у населения. А что оно на этот счет думает? Это неправильно. И вот там жонглирование тем, что вот на выборах нас поддержали, тем самым дали мандат на движение в Европу, это все схоластика. Это все для безграмотных людей. В цивилизованных странах такие серьезные вопросы, как внешнеполитический выбор, принимает народ, а не два-три политика в парламенте или в правительстве. Это была большая ошибка власти. Но это не ошибка. Если бы они вынесли этот вопрос на референдум, они знают ответ. Нет. Большинство было бы против движения в Европу. Однозначно. Им не нужен был этот результат, потому что с точки зрения права он был бы безупречным. Так сказал народ на референдуме. Поэтому они пошли своим путем. Ну, так получилось. Когда я говорю об этом референдуме, я прежде всего обращаюсь к молдаванам, не к русскоязычным жителям страны. Их позиция мне хорошо известна. Молдаване должны понять, что им готовит власть. Вы в чем проблема? Они могут меня не послушать. Скорее всего не послушают. Это их выбор. Это будет их выбор. И когда придет часть Х, и когда они увидят и поймут, что у них нет родины. Она была, но у них ее отобрали. В результате всех этих комбинаций обманов, лжи, предательства они будут пенять на себя. Они может быть будут говорить. Вот был русский Клименко, который нас предупреждал, объяснял, рассказывал, а мы не послушались. Мы не захотели вдуматься в то, что он говорит, о конкретных вещах. Поэтому этот выбор тоже будет народом Молдовы. Их большинство сегодня молдаван. И если они хотят, чтобы Молдова как страна и этнос молдавский как этнос сохранились на многие десятилетия и столетия, они должны задуматься над тем, о чем я говорю и о чем говорит наше движение равноправия на этих выборах. Мы предупреждаем, мы призываем, задумайтесь и подумайте, что происходит. Оглянитесь вокруг себя. Все равно это будет звучать опять же как старший брат, я уже опережаю, что вам было сказано, как старший брат, опять рекомендует младшему брату. А младшие братья это молдаване. А вы знаете, а ведь история свидетельствует о том, что русские как пассионари, они всегда были на острее событий, мировых событий. Они всегда первыми шли разные периоды, и они очень спорные. Согласен, но таких периодов больше в российской истории, чем в молдавской. Российская история основана на величайших трагедиях, величайших потерьах, и величайших мировых событиях, которые определили ход мировой истории. Это история России. Да, она очень неоднозначна, и она очень разносторонняя, эта история. Но отрицать нельзя того, что такую страну могли создать, сохранить и развивать только неординарные люди, неординарный народ. Поэтому если русский говорит правду, то она не может быть правдой другой, если бы она исходила от немца или от испанца. У каждого своя правда. Или от якута. У каждого своя правда. Это зависит от мозгов. Самый большой показатель. От умения анализировать то, что ты слышишь. Это все от образования. Безусловно. Большинство от домашнего, вы знаете, не на то, что нам пребывают в вузах. Я вам скажу так, что в нашей беседе мы узнаем друг друга и как-то просматривая историю взаимоотношений между современной Россией и Молдавией, Молдовой, просматривается очень много пунктиров о непрямой связи и линии, которые очень часто прерываются за счет действий наших политиков. Но и основная масса людей это сами же русскоязычные, при котором что бы ни говорили, но со дня независимости Кишинев говорит на русском языке. Вы заметили? Да. Кишинев говорит на русском языке. И вот тут-то мы перейдем все-таки к Украине. Я вам задам все-таки вопрос, я его один раз задал. Вот то письмо ультиматуму президенту Украины, временному, который был, вы сказали, что 4 тысячи добровольцев пошлем, чтобы навели порядок и защитили русскоязычных... Там не было такой фразы. Ну, то, что в печати есть в СМИ, то я не говорю. То, что появилось в печати, этого нет в письме. Почему мне подали в суд? Если я по каждой публикации буду подавать в суд... Станете миллионером. Вы же нормальные в отношении вероиспруденции. Значит, какая-то справедливость должна быть, но за 4 тысяч вы говорили добровольцев? Я вам скажу сокровенную фразу. Говорить о справедливости и молдавском правосудии невозможно. Это взаимоисключающие вещи. Дело в том, что я возглавляю Центр по защите прав российских соотечественников, проживающих в Молдове и Приднестровье. Мне приходится в последнее время несколько лет иметь прямое касательство к судебной системе. То, что там творится, то, как там принимаются судебные решения, это жуть. Я думаю, что если бы... Нет, я думаю, что и президент об этом знает. Телезрители, видите, даже дыхание пропало. У меня нет слов. Потому что слов уже нет. Нет слов. Вы знаете, такое поведение судей безобразное, наглое, циничное, показываешь норму, вот статья гласит, что этого делать нельзя, а он этого сделал. Судья принимает решение в пользу того, кто нарушил закон. Я вот ровным счетом вчера был в одном судебном заседании. Просто в качестве примера. Речь шла о том, что один бизнесмен ушлый в центре города путем поддельных документов получил земельный участок. Мы обратились в генеральную прокуратуру. Ребята, ну как вы можете так делать? Это собственность города, кишиневцы, в том числе наша, членов Кишиневской общины россиян. Разберитесь. Если украл, пускай вернет. Возбудили уголовное дело против этого ушлого товарища. А потом закрыли его. Закрыли уголовное дело. Мотивировка предзакрытия? Я не знаю мотивировку. Я не об этом хочу сказать. Следователь, сотрудник прокуратуры при этом не опросил, мы подали заявление, ты должен был с нами встретиться. У нас есть аргументы, а мы бы дали ему документы. У нас есть документы. С нами я не пообщался, с сотрудниками примарии Кишиневской не поговорил, с участниками сделки этой не встретился. Ты на каком основании закрыл дело, если ты ни с кем по этому делу не встречался? Мы подаем в суд, требуем отменить решение прокурора. Суд нам отказывает. Мы обращаемся в апелляционную палату. Я выступаю и говорю, ребята, прокурор в суде заявил, а вы тут же не нарушены Клименко, лично Клименко вопросы. Вот если бы его были нарушены, он может требовать восстановить его нарушенные права. Я говорю, ребята, это интересы жителей Кишинева. Я, как руководитель общественной организации, представляю их интересы. По этому основанию нам отказали и в апелляционной палате. Земля украденная осталась в собственности этого бизнесмена. Кишиневцы потеряли этот, эти там сколько-то соток этой земли. Вот он судей. И таких историй я вам могу привести огромное количество. Но 4 тысячи добровольцев указаны были везде. Это произошло в мае месяце. Это было? Да. я вам объясню, как развивались события. В этом песне было сказано о том, что, да, я обращался в адрес Трученова. И я писал о том, что к нам в Конгресс Русской Общины Республики Молдова обращается очень много людей. Тем более, в том числе во время моих поездок по стране. где я встречался и с нашими соотечественниками, и не только. Которые очень болезненно реагируют на события на Донбассе. И высказывали свою готовность в той или иной форме оказать помощь в содействии российским соотечественникам в Донбассе, которые их убивают, которые живут под бомбежками, гибнут каждый день. И таких встреч было очень много. Таких обращений ко мне, как к руководителю организации, было очень много. И когда я писал письмо Турчинову, я ему сказал, что мы сдерживаем этот порыв людей выехать туда самостоятельно, или, как они призывали нас, взять на себя миссию организационную, формировать эти команды и помогать этим командам выехать в Донбасс. Мы препятствуем этому. Мы говорили о том, что Конгресс сегодня этим заниматься не будет. Но вас мы ставим известность, господин Турчинов, что таких людей очень много. И по моим элементарным подсчетам, когда я поездил по всей Молдове, и не только по Молдове, и по Приднестровскому региону, даже такой очень грубый подсчет в результате этих встреч, он вывел меня на цифру около 4 тысяч людей, которые заявляли о том, что они готовы выехать на Донбасс. Добровольцами. Когда мы говорим доброволец, мы не говорим боевик, мы не имеем людей, которые готовы оказывать там медицинскую помощь, тем, кто в этом нуждается, которые готовы кормить детей там, где в этом есть необходимость. То есть помощь может быть, и защита может быть очень разная, от участия в каких-то мирных акциях, протеста, пикеты, митинги, до работы в госпиталях, в приютах для стариков, речь не шла, обязательно, что это должны быть люди с автоматами на перевес, которые участвуют в боевых действиях. Об этом речи не шло. Вот такого содержания было письмо. И там была фраза о том, что господин президент Украины, что если это будет продолжаться, мы не сможем сдерживать людей. Конгресс русских общин Молдовы не сможет дальше сдерживать вот эти порывы, и это может закончиться тем, что люди сами, добровольцы сами отправятся в этот регион Украины. Что в конечном итоге и произошло, я не говорю только о Молдове, я говорю о многих других странах мира, из которых пошел поток добровольцев в Донбассе, которые воевали и французы, и поляки, и румыны, и так далее, и так далее. То же самое у нас было в 92-м году, где хлынул поток добровольцев из России, Приднестровский конфликт. Так вот, если бы в мае 2013-го года, или 2014-го года, господин Турчинов подумал головой, сколько бы тысяч жизней было сохранено. А ведь мы там призывали, я, как автор письма, призывал его остановитесь и сядьте за стол переговоров. Я получил ответ, где было сказано, что мы предпринимаем меры к налаживанию диалога. У вас это письмо есть или в электронном виде его прислали? Я получил такой ответ. И через день-два, если вы помните, такой диалог начался. Он был в Харькове, он был в Днепропетровске, выезжали члены правительства, устраивали там круглые столы, но без представителей. Кучма там принимала участие? Да, по-моему? Нет, Кучма не было. Там приезжали чиновники из Киева и местные органы власти, но туда не приглашали представителей Луганска и Донецка. Такой как бы процесс пошел, но он очень быстро заглок, и через неделю все попытки начать переговорный процесс были закончены. Но я призывал к этому и то, что события дальше развивались по тому сценарию, по которому развивались, конечно, это трагедия. Но когда я предупреждал о четырех тысячах бойцов, я исходил из тех встреч с людьми, которые к этому призывали и которые к этому были готовы. Давайте возвращаемся к нашей ситуации в Молдове. Уже время у нас на подходе. Хотелось бы задать четко вопрос от превыборной кампании. На что вы ориентируетесь заведомо будучи в аутсайдерах? Вы знаете, на сегодняшний день еще 12% избирателей не определились по всем соцопросам. они говорят, мы не знаем за кого голосовать. Следовательно, те, кто был зарегистрирован до общественного политического движения равноправия, они не увидели в них ту политическую силу, эти 12%, за которую они могли бы проголосовать. То есть, это позволяет нам надеяться, что, может быть, мы будем те, чью позицию избиратели эти 12% смогут разделить и за нее проголосовать. Да, мы выступаем с лозунгом за Молдову в составе России. Почему? Я, мне кажется, достаточно популярно объяснил. И я хочу, чтобы этот лозунг и нас услышали прежде всего в Молдоване, потому что речь идет именно о стране, о государстве Молдова, речь идет именно о молдавской нации, речь идет о всем том, что связано с Молдовой, с ее огромной историей. И все это потерять, все это растворить в Румынии, как к этому призывают, повторяю, и румынские высокопоставленные политики, и наши, и в этом направлении очень много делается властями, и Румынии, и Молдовы, и Европы, я думаю, молдаване этого не заслужили. И я полагаю, что если русские смогут в этой экстремальной ситуации защитить право молдавского народа и молдавской нации на сохранение, они должны это сделать, и мы это делаем. Вот, дорогие телезрители, не надо думать, что Родина там, где хорошо, надо думать, что Родина там, где ты родился, там, где твои предки прожили, и какой бы нации не было, все мы молдаване, живущие здесь, а самоопределение, как народа, оно произойдет в самом понимании того, кто ты есть на самом деле. В гостях у нас был лидер общественно-политического движения равноправия господин Валерий Клименко и ваш покорный судья, судья, покорный слуга Сергей Скрипник. До следующей встречи, извините за оговорку, судьей я не буду. Спасибо. И вам спасибо. До свидания, дорогие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин